Всем привет! Мы сегодня в домашней атмосфере снимаем. В общем, отработала я уже сегодня с утра. В 7 утра, в субботу, я иду на работу в Маршалс. Могла бы не идти, могла бы уволиться уже с этого Маршалса, но не могу и не хочу, мне там нравится. Утром встаю в субботу, вернее, в пятницу вечером, думаю. Если меня слышно, что я говорю, потому что чайник работает, Джорик играет на гитаре, это наша домашняя обстановка. Короче говоря, в пятницу вечером думаю, блин, завтра вставать в 5 утра. До сих пор кашляю. В пятницу, в субботу вставать, не в 5, а в 5.30. Идти на работу. Но зато в 11 часов я уже свободна. Какая-то там денежка капает. Тебя видно. Кофе купили на обратном пути. Вот, общаюсь, мне там нравятся люди, с которыми я работаю, так что пока не бросаем. Но сегодня у нас, опять же, плюс от этой работы в том, что для сотрудников там скидка 10%, а если, вернее, бывают такие выходные, бывают такие уикенды, когда скидка 20%. Ну, это, наверное, происходит раз в 5-6 недель. Наверное, раз в 6 недель, полтора месяца. Вот. И, ну, перед праздниками там бывает или после праздников. Короче говоря, сегодня был этот уикенд, поэтому я говорю, по-любому надо срочно что-то купить. Показываю, что мы купили. А где второй, вторая коробочка? Она пустая. Она на полке, она пустая. Ну, в общем, мы купили, я купил две вот такие коробки для организации пространства. Где? В подвале, да? Ну, инструменты туда, подавляю. Инструменты туда хочется сложить. И мы туда, в общем, вещи накидали. Собачкам подарочки. Они любят разгрызать. Ну, это не сильно пищит. Опа. Опять собачки подарочек. Вот такие косточки. И вот такие. Такая одна и такая одна. А им какой-то даже вкус. Я даже не знаю, в чем их смысл. Это пластик, но они прям с каким-то вкусом. Не знаю. Ну, короче, они их тоже любят погрызть. Купила себе вот такие салфеточки. Я покупаю для снятия макияжа. Беру с собой, если куда-то еду. Очень удобно. Амика. Мой любимый. Ну, в этот раз не шампунь, а кондиционер. Обычно я люблю покупать и шампунь, и кондиционер. Но была одна. И я схватила. Шампуня не было. 35 долларов она стоит здесь. В оригинале. Я даже не знаю, сколько она стоит. Около 100. Может. Может 80. Не знаю, сколько. Но пользуюсь. Очень нравится. Качество волос после них идеальное. Дальше. На свой рабочий стол я не люблю Hello Kitty. Но ничего другого не было. Обычно мы покупаем, ну или нам там выдают на работе. Ну, здесь не выдают. Настольные календари. Планеры такие. Планировщики. Или как они по-русски называются. Вот. Ну, пришлось Hello Kitty покупать. Они такие, как я люблю. Это понедельные. Я люблю месячные. Ну, ничего. Такое хоть какое-то. Вот. Мне он нужен. Мне удобно, чтобы на столе лежало. Чтобы я могла записывать события. Чтобы ничего не пропустить. Купила себе тапочки. Периодически покупаю тапочки. Когда они затаптываются, занашиваются. Я их не стираю ничего. Я их выбрасываю. Они стоят 10 долларов. Ну, может быть, два раза в год я их покупаю. Вот. Предыдущие вот сейчас выкину. Я люблю шлепки. Вернее, такие, чтобы были носки открытые. Не люблю через палец. Потому что иногда в носках. Иногда без носков. В общем. Вот этот мой вариант. Я их люблю. А, что еще? Лак купила себе. Вот такой вот. Просто ракушка. Из-за того, что это я так красила тут. Покрасила кожу. На... В школе. В школе, на работе. В магазине. Пробовала цвет. Купили собачкам пакетики для какашек. И у нас есть такой мальчик привередливый в доме. В нашем живет. Который уже сильно вырос. И теперь не хочет, чтобы мама ему покупала ничего. Вернее, чтобы я не покупала. Он критикует. Он любит вот эти вот... Они носят вот это. Спортивную одежду. Типа... Я выкидываю. Да. Вот эти уже пошли на выкид. Спортивную одежду. Типа... Светпенса. Светшорты. Худи. Вот это вот все. А Жорик еще любит одежду с группами вот этими рокерскими там. Ну, если есть, мы покупаем. В Маршалсе бывает иногда. Но на этот раз мы купили... Я говорю, все. Мы едем с Жориком. Жорик сам выбирает, чтобы потом ничего не выбрасывалось. И иногда я покупаю. Ладно, буду носить. Не носится. В итоге он вырастает за несколько месяцев из этой одежды. Ни разу не ношеный. Я все сказала, зареклась ей это делать. Я такой кулек одежды насобирала, из которой он вырос. И мне жалко ее дать в Салавейшн Армии. Потому что если бы я, вот, например, если бы мне сказали, в школе собирают для детей, которые уходят в эту школу, да, у которых малоимущие, я бы принесла. Мне бы было не жалко. Ну, просто так Салавейшн Армии отдавать мне жалко. Тут есть магазины-комиссионки, в которые можно сдать вещи. Они принимают... Ты специально дверь оставила открытую, День? Я не буду. Они принимают вещи очень за копейки, там. Доллар, может быть, стоит будет вещь. Ну, они мне дадут за эту вещь. Но так как у меня куча вещей, может быть, я 40-50 долларов заработаю. Это лучше, чем ничего. Потому что выбрасывать их просто жалко. Ну, или просто отдавать кому-то, неизвестно кому. Показываю, что купили Жорику. День от себя купил, наконец-то, Хайдюц. Скажите, у нас носят вот такие... Знаете, сначала пошли... Сначала были уги страшные. Супер удобные, все их полюбили. Потом эти кроксы страшные, но супер удобные. Все их полюбили. Теперь появились вот эти Хайдюцы. Которые тоже такие страшноватистые. Можно они ушки вот так? Да. Я им мягкую дала. Которые тоже страшноватистые, но жутко удобные. Вот. Я не сопротивлялся, сопротивлялся, но в итоге купил. Они, правда, есть таких цветов, таких странноватых. Молодежь даже носит у нас здесь. Вот мне интересно, у нас сейчас носят вот такие эти Хайдюц. Именно вот этой фирмы Хайдюц. Называется Хайдюц. Скажите. Они вот тут стоят в маршалсе 35 долларов. Я не знаю, сколько они стоят в обычном магазине. Батя, а кому какую? Ну, говорят, очень удобные. И женщины, и мужчины носят. Ну, на себя я не нашла, пока у нас бывали. Вот я белые присмотрела. Пока пришла покупать, их уже все раскупили. А другие цвета мне пока не нравились. Не нравились те, что были. О, собаки. Короче говоря, что Жорику? Жорику. Это отвернул, правда. Ага. Спрятал от нее. Вот такие sweatpants. Пока еще, ну, просто как спортивные штаны. Ну, есть начосик. Я думала, без начоса. Есть начосик небольшой. Утепление. Но не такие прям, они толстые. Можно сейчас чуть похолодает, как раз носить. Он пока еще в шортах ходит в школу. У нас очень тепло. Потом вот такие вот тоже. Примерно такие же. Другая ткань. Тоже утепленная, как флис немножко. Флисовый внутри. Сверху, а снаружи не гладенький. Ну, да, уже осенние. Октябрь, ноябрь. Дальше. Футболочки две купили. Это что? Дона Карен. Дона Карен. Такой цвет красивый. Ему такой идет. Вот нашим Жорико точно такие глаза, как у меня по цвету. И вот такие вот цвета. Не голубые. Голубые тоже красиво. Но зеленые. Сейдж. Вот они такие, как милитари немножко окраска. Бирюзовые. Бирюзовые это больше, ну как, синеватые. Вот зеленоватые такие вот цвета подходят нам. Глаза выделяются с такими цветами. А, Деня себе еще купил джинсы. Сказал, такого цвета не любит, но все равно купил, потому что очень хорошо подошли ему на пуговицах. Левайсы. Подошли по фасону. Деня распространенный размер, поэтому ему в маршалстве практически никогда не достается ничего. Жорик себе купил такую футболочку на утика светленькую. Он любит такой цвет тоже, Жора. И Жора купил себе, выбрал себе, купили мы. Худи. Тоже такая песочного цвета. Кельвин Кляйн, по-моему, даже. Да, Кельвин Кляйн. В общем, такая худи. Ну, такие покупки. Все, все. Больше ничего не смогли найти. Хотелось, но ничего не купилось. Теперь будем ждать следующих 20%. Обновится репертуар. Что-то еще, может, присмотрим. Вот. И то, на 200 с чем-то долларов купил шампунь, 35, ну, кондиционер, джинсы, кофты. Все это, конечно, натикало. Не дает, да? Не дает. Отвернулся от нее и грызет. Она вокруг ходит. А, другая у тебя дает. О, чуть папа пальцами отшилет. Ага, скажи, у меня больше есть. Она меняется. А, меняется пришла. Эту принесла, эту забрала. О! Ему, видишь, вот та больше понравилась. А что, у них вкус другой у нее или что? Ну, да. Да, вот та больше понравилась. Вот та. Ну, ладно, это сойдет. Ладно. Так уж и быть. Все, собаки при деле. Собаки? Сказали собаки? Сказали собаки. Они знают слова собаки. Да, все, грызите, грызите. Все, пошла чем-нибудь заниматься в выходной. Мы решили немножко поехать покататься опять. У нас погода шикарная. Но мы не хотим никуда... Короче, у нас нет времени ходить на хайкинг, потому что сегодня единственный выходной. Мы решили поспать чуть-чуть. Чуть-чуть поспали, но я уже не могу спать. Я привыкла в 5 вставать. Я сегодня встала, доспала до 8 почти. Проснулась, повалялась, повалялась, потом заснула. Ну, короче, нормального сна не получилось. Но время потрачено. День я там затеял какой-то ремонт вокруг дома. Тоже мне что-то не задалось. Потом мы решили куда-то пойти погулять. Но уже времени нет, потому что Лиза... У нас уже второй день, два дня уже дома на выходных. Но мы ее еще не видели. Я ее видела только один вечер, буквально там на полчаса. Вчера она ездила еще куда-то. Я ее не видела, потому что я работала с утра. Потом пришла, ее нет. А когда она вернулась, мы уже спали. Короче, вот так вот у нас ничего не получается. Никуда мы не успеваем. Ну, решили проехаться опять. Просто полюбоваться вокруг с открытыми окнами. Потом заехать в строительный наш магазин. Присмотреться, потому что мы же хотим сделать все-таки... Ну, ремонт это может громкое слово, но немножко обновить наш туалет снизу и прихожую. И что еще? А, и заехать к Лизе на работу в Маршалс. Она до четырех работает, в Маршалсе 20% скидка. Мы-то сами походили вчера по магазину, а Лиза нет. И она хочет себе что-то посмотреть. Но, короче, мы хотим с Лизой еще походить по Маршалсу. И потом Лиза уедет. Все, это вот единственное время, когда я увижу Лизу. Короче, мы тут едем. Это прямо возле нас. Это прямо... А, там дом стоит. Мы вот заехали... У нас, оказывается, тут есть Вёрджил Маунт. И это прямо из нашего города. Вот-вот. А Жанка тут со стола лезет. Дети ходят в нашу школу отсюда. И вот такой вот кустой лиз. Дорога уже сменилась на Гравий. И тут попадаются еще дома. Оказывается, тут есть трейл, где можно ходить, гулять. Ну, а надо подниматься в гору. И мы не взяли собачек. У нас слишком времени нет времени. Но мы приехали на разведку. Это вот... Вот так вот мы едем. Типа доезжаешь до парковки, а потом пешком. Да, самая высшая точка нашей каунти, нашего графства, нашей области, как бы, Компорт нашего района. Туда можно подняться. И сверху видно на 100 километров с радиусом вид. Ну, мы уже сейчас ехали. Тут такие виды шикарные. И оказывается, такие стрелы. И знаете, откуда я это узнала? Это я сидела на уроке в школе у себя, на уроке географии. И вот учитель рассказывал. Я узнала. Я тут живу уже 15 лет, я об этом не знала. Ну, то есть, тут есть вот этот Грег Пик Резорт лыжный. Да, мы сюда ездим. А это как бы соседний пик. Уширяется. Соседний пик. И вот тут вот такой вот эти красивые цветы. Я что-то читал, что есть тут там. Я не думал, что так серьезно, ты красиво здесь. Очень красиво. И тут дома, ну давай, правда, простенький. Ну, мы сейчас такой дом проезжали. Просто построили, видно, люди вообще все вырубили. Наверное, это они вырублены. А, вот это и есть паркинг. Ну, отсюда не видно из этого паркинга ничего. А вот дорога пошла. Куда пошла дорога? Можно остановиться, а где-то на карту. Этот фингерлейк стрел мили-мили-мили. То есть очень длинная трейл. Сам трейл, да. Там что-то не сотни мили. Да. Ну, вокруг озера. А это вот наша часть здесь. Сейчас где-нибудь на карту посмотрят, просто. Короче, мы уже куда-то страшно заехали. Вроде бы нашли дорогу, вроде бы на ней можно ехать. Красиво какой-то сделать поворотик вокруг красоты. В общем, мы на том поворотике разовнемся, а мы увидим, что там-то дорога. Если мы туда-куда-то доедем. Едем мы по лесу, очень медленно по камням. Ну, тут явно машины проезжали. Только как давно, непонятно. Ну, траки вот такие ехтятся все. Траки же того же размера, как наша машина. Да, очень медленно. У нас, как это все. Ну, тут не страшно. Вот там, где мы выехали, там как-то было канал по двум сторонам. Здесь уже ничего так. Лисочек красавчик. Ой, ой, аккуратно здесь. Что она записала? Дело в том, что мы теперь обратно идем. А он будет сухой, можно в таких местах разворачивать. Не, ну, по этому, по-моему. Где мы? Тут красиво, конечно. Связи нет, если честно. Так, пощекотать нервы, да? Там, связи нет. Карта хоть есть? Да, я сейчас фотографирую. Так, а как ты будешь знать, где? Может, так и не узнаем, где? Первый перекресток, где будет. А есть перекресток тут, да? Тут уже домов никаких, тут уже нет никаких этих. Мы приехали. Возле... Возле своей же деревни едем. Страшно уже. Тут уже такая, вообще, что пешая дорога. Короче, мы испугались. Оказались на развилке двух дорог. Но решили развернуться и поехать обратно. По той дороге, по которой мы уже сюда приехали, чтобы наверняка. Потому что там одна дорога вообще страшная шла. И вверх. Какая-то перекопанная. Мы сейчас считаем, что я на велосипеде еду. Да? Уже мы сейчас едем со скоростью 10 километров в час. Ну, у нас машина типа внедорожник. Но тут такие узкие... Видите, толья такая узкая. Сейчас, и дай бог, кто навстречу будет ехать. Даже не как на Гавайях получается. На Гавайях были карманы, где можно отъехать в сторону. Красиво. Воздух. Тепло. Красота. А в машине даже комары не кусают. Мы сейчас вот сюда заехали. В общем, это недалеко относительно. Там был выбор, где туда или вот так вот. Вот это вот она. А, ну давай поедем. Это Болгин. Это Болгин. А мы вот тут ехали. Мы не туда поехали. Мы вот... А, подожди, это вот ил. Мы сюда поехали. Мы сюда поехали. И вот это был вот этот, что мы все страшное. Либо туда. А мы сейчас можем вот так и вот так, да? Да, но только вот эта улица, она тоже будет сезон. Вот такая вот вещь. Вот это вот. Потому что фиолетовая. Но она частично, а тут нормальная, нет? Не знаю. Мы тоже не знаем. Поехали глянем. Если что, то разогнемся. Что ты думаешь? Ой, ой. Ну тут дорога нормальная. Ну, похоже на дорогу. Поехали. Пока что. Там кто его знает. Ну, такое маленькое путешествие, приключение. Не на ногах, а на машине, но тем не менее. В машине как-то надежнее, да? Если что, можно задвинуть окна и сидеть в тепле, по крайней мере. О, здрасте вам, пожалуйста. Но люди не выжили в этом доме. Видишь, он заброшенный. Или это какая-то кабин? Да нет, это как дом. Да нет, это как дом. Нет, тут дорога, это поприлично. Что такое? Там совсем плохо. Все плохо. Хотя там у меня у нас следы есть. Надо вот там. Да. Я боялся, если что там за шинку, и все. Заберемся. А я еще боялась, что мой корпус машины царапали ветки. А, это ветки. Так. Не, ну это еще пока все равно нормально. Ну, поехали по лесу. Может, там, где люди ходят, может, на машине. Ну, красиво, да? Жора, тебе нравится? Это Жорик очень будет у нас. Он у нас лесной товарищ. Видите, там мы с детства прививали такое. Наверное, он будет у нас фермером. Красота. Боже, а погода у нас, вы не представляете. В течение еще ближайших двух недель в районе... Сейчас палка, может, по машине дай. А, аккуратно. Просто на дороге лежала палка, а то колеса могла отскочить. Вот тут дом. Вот люди сюда забрались, купили землю и построили дом. И каждый день, если они работают, наверное, работают. Они этими дорогами ездят, понимаете? Очень красивый дом, кстати. Очень красивый. Но ни вида у него нет. То есть с балкона ничего нет. Ну, кроме леса. Нет. Я хочу, чтобы у меня был дом на холме. Чтобы прям все было красиво видно с дома, с дома. На горе на какой-нибудь. Хотя бы немножко. Чтобы был какой-то вид. Я не хочу, чтобы у меня был дом на холме, а я поедем. Ну, подожди, подъедь наверх, посмотри, что там. Если это еще считается за дорогой, то что ж тут такая... Так не, оно вроде нормально. Ну, пока нормально выглядит. Подожди, это... Ну, что нам надо? Нам потом надо на какую-то вилове, да? Ван какая-то. Не, ну мы ехали совсем по лесу, Теня. А то было совсем плохо. Сейчас надо подъехать. Ну, если что, развернемся. А где уже здесь? Ну, мы там нашли, где развернулся. Там, казалось бы, вообще негде. Там внизу, в России страшно внизу, да? Да, в общем, заложился. И я бы там, где-то лучше. Да? Вот сюда лучше не заезжать, наверное, направо. А, ну просто вниз, наверное, вниз, мягко. Не, ну сейчас сухо, что это? Она, видно, из-за снега она сезана. Оп! А, так, короче, поехали. А, все, все, все. Сейчас, все, все. Где у нас? Пока не найдем, где и едем. Еще обнаружено дерьмо. Мы еле доехали, где они нервничают. Реально, по камням. Все пустит под колесами, трясит. Машина укрейдет, и все. И вообще не волнуйся. Просто эти камни эти. Каждый раз кажется, что лопается к лесу. А, вот смотри, написано, Джеймс Кенн, Дистейт Форест. А, вот, 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 да. И это куда? Нам, наверное, сюда, вот, по Валентайне. Нам налево, да? Да. Все время, да. Вот, ну, мы выехали, вот это вот у меня было. Сейчас. Вот, мы выехали, ее вечеринка. Сейчас Валентайн, и, по идее, мы выйдем на действо. Саплата, что-то, зовем. Слушай, ну, люди-то тут и живут, представь. Ну, ты все равно не разгоняйся, а сон. А то камни будут летать. Здесь, кстати, если ходить пешком, вот если это как трейл взять, то оно, ну, оно немножко вверх-вниз, конечно, но не, ну, прям, не критично. По идее, по-моему, по законам штата Нью-Йорк, если стрейт-форс, это общественный, поэтому ты можешь там и палатку установить, и пойти, вот, типа, это наши места, людей. Ага. А дом установить нельзя? Ну, нет, ну, там есть какие-то, в отличие нет, там, по-моему, нужно получить разрешение, но надо, что, ну, это всем тебе говорили. Ну, это не правило, это не приватное. Нет, нет, нет. А штат-то зайти, по-моему. Короче, ехали-ехали, доехали до лужи огромные, мы не знаем ее глубину, надо, я говорю, где-нибудь, бери палку. Бери палку, иди щупай глубину, потому что она выглядит очень глубокой. Ну, такое у нас путешествие сегодня, видите. Не глубокая, не глубокая. Ну, поглубже. О, есть одна. Вот там поглубже. Есть там дыра глубокая, да? В центре там глубокая дыра, да, какая-то? Да нет, там все такое. Ну, такая, это ж глубоко. Ну, проедем? Ну. Хочешь, я выйду? Давай. Потому что я все равно боюсь ехать в машину. А как я буду здесь поговорить? Ну, просто, чтобы я вот там, по краю ехать в машину туда. Ну, я не знаю, не будет перепад сильный у машины? Один колесо туда, один туда. Да, будет, она высокая. Задрайте вот эти окна, а то они образобрызгаются. Или вы меня не будете слышать. А то оставь. То оставь. Ну, давайте. Страшновато, да, как-то? Это не особо-то. Нормально. Отлично. Вперед, вперед. Все. Все. А разговоров? А разговоров? Все. Играючи вообще. Играючи, зайчик. Я вообще не заметил. Да? Да. Я же говорю, у нас 24 колеса и подъем. Я вообще не заметил. Как это, по дороге ехал, так и ехал. Ну. Но все равно лучше перебдеть. Нет. Как говорится. Я знал, что она мелкая, и все. Ну вот. Мы любуемся. Тут вроде нормальная дорога светлее стала. Видите, лес не такой густой. Выше поднялись. Ой, 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 вот эти звуки. Смешно, но она не хуже, чем она. Пустика. А я вот тоже думаю, у меня папа на своей маленькой коротенькой машинке, но стучит по полу, если пять человек сядет. Ой, боже, что такое? Так камень. Не знаю, что ли. Вот. Едет по этим тоже вот. Мы заезжаем по глине, по камням, вот на пляже. Там есть земнотики. Тоже бездорожье такое. На том, что нет, значит, ты не там опасаешься. Так, что ты не там опасаешься. Да. Так что. Ну, так вот мы как-то спонтанно по лесу проехали. Мы хотели, конечно, что-то увидеть, но мы не ожидали, что прям так будет. Птички. О, куда опять уезжаем мы? По лесу. Что-то мы были на горе, а сейчас уже опять. Да, ну с горы мы ничего не увидели, конечно. Пять едем в лес. Видите, уже желтет. Ну, еще много зеленого. Ничего себе. Ага, поднялись мы куда-то. И тут какой-то... О, Жень, мы вернулись обратно. Жень, тут только сейчас ехали? Мы ехали. А, мы тут ехали, да? Мы сделали луп, да. А, смотри, какой дом красивый. А что я этот дом не видела? Не знаю. А вы видели этот дом? Я деревья эти узнал. Вот эти узнал. А дом какой красивый. Вот такой я дом хочу. Здесь? Здесь? Ну, если вот такая дорога, то почему бы и нет? А мы же сюда поехали. Ну что, куда? А мы отсюда, да? А мы сюда заехали. А это что? А мы вот так вот это заехали. Видишь, это там дом, который мы видели. А, вот тут красивый. А, этот я не видела, а тут, в тот вид. Все, мы сделали луп. А, ну все. Все уже. Мы накатались уже. Люди, которые тут живут, будут пузыть. Это старый штабель. Да, да, это старый штабель. А смотрите, какой вид отсюда. Вот это вот уже 100 километров вперед. Это, на счету, и есть пузырька. Мы не намного выше были. Вот были тут выше, выше. Нет, там у него были ничего не видно, а тут видно. Вот тут белый дом, мне нравится. Пусть он продается. За то, что мы можем себе позволить. Ну, тут дорога пусть есть нормальная. Нормальная. Кстати, я недавно поднимал. Ну, зимой все равно, конечно, сюда подниматься. А вот уже цвета, Жор, видишь, цвета уже на горе. Красивая. О, Фелиди. Конечно, стекло у нас заляпанное. У нас мушки. Вот, ого, корочная письма. А что? Бек, ну, вот этот Бек, тоже знакомое название. Такой сюда поднимается. Нет, сейчас мы спускаемся в Вёрджил. Ох, какие красивые. Светлые. А дом заброшенный с дымом. С шикарным видом. А вот это вот хороший дом, конечно. Тоже с видом. С теплой стрижной полянкой. Ну, все, спустились. Вот так вот мы поездили. Попутешествовали немножко. Прямо у нас, можно сказать, в заднем дворе. Вот хочется дом с каким-то таким видом. лес тоже красивый. Но именно хочется открытое пространство. Вот с открытым таким. Дальше, чтобы смотреть можно было с балкона, со своего. Так, ну что, приготовила пловчик на несколько дней, надеюсь. И все, выходные закончились. Готовимся к рабочей неделе.